Сегодня продолжу тему уроков по PHP и будем создавать просмотр и редактирование пользователей. Для этого запущу сервер, как всегда, на локальной машине, по тому же порту везде. Все, переходим. Так, забыл запустить базу данных. Все, баз подключился, посмотрим. В прошлом уроке я создавал удаление, сегодня должен сделать поэдактирование. Вот я создал даже файлик, то есть кнопочку для просмотра и перехожу с обоим текст. И смотрю, вот у нас кнопочка для просмотра, вот она. Создадим на нее просто, чтобы просматривать пользователи, мы будем просто снимать файлик для начала. И тут написано edit, а сделаю edit user. Вот так будет называться. Все, сохраняю. Создаю новый файлик. Можно просто скопировать. Например, новый файл. edit user.php, будет он называться. Все, файлик сохранен. Сохраняю. Копирую весь код, вставляю и буду изменять его. Что нам нужно. У нас есть файлик edit user. Есть ссылка на просмотр. Нам нужно получить пользователя. Для этого будем использовать следующее. Как мы в строке передаем идентификатор пользователя, мы будем, значит, у нас будет доступ через глобальный массив get. к этому полю. И поле будет называться так же, как здесь, id. Мы заносим параметры id в поле get.id. Причем, сразу в int переводим целочисленное и проверяем. Если целочисленное int существует, и больше как бы нуля, если оно, тогда все норм. А мы проверим, если оно, типа, не больше нуля. Так вот. И выведем туда exit. Где я напишу. Пользователь не найден. Все. Будет вершение скрипта здесь у нас. Так, иначе, типа, иначе будем продолжать скрипт. Айдишник у нас равен id. То есть, целочисленному числу он у нас равен. Так, напишем запрос. Запрос, даем строку запрос. Вот это все копируем просто отсюда сюда. И будем искать, где id равен вот этому идентификатору пользователю. Будем получать пользователя. И тогда, если не найден будет пользователь, то будет ошибка. Нет записи базы данных. И exit. Все. Иначе, дальше проходим. DBROS возвращает строки нам. Отлично. И тут мы будем получать. Как у нас всего должен быть один пользователь. Он будет всегда один находиться. Мы возьмем и напишем. Вот так. Переменный юзер будет содержать result 0. Первое значение. Все. Сюда мы передали массив. Теперь. Мы просто вот это можем удалить. И запишем следующее. Эхо. Так. PHP. Юзер. Имя. Это name у нас будет. И по аналогии записываем в сети поля возраст. Почту. Page. E-mail. Все правильно. Не так и будет называться. И еще создадим одно поле. Будут оно вскрытое. И будет содержать в себе значение ID-шника. ID. Тип хидер. Name. ID. Ой. Ага. Отлично. Вот это пока оставляем. Оно можно оставить. Не важно. Перезагружаем страничку. Нажимаем. И видим, что мы перешли. Но пусто. Ничего не найдено. Сейчас. Секунду. Почему? Будут у нас есть. Есть. Запрос у нас правильно написан. Ошибка не выдана. Проверим, что получили. Так. Издалкиваем массив. Сохраняем. Перезагружаем. Все равно видим пустота. Очень странно. Возможные закодировки. Понятно. Вот. Все. Вывел. Так. Так. Вот мы получили эту страницу. Среди азерфиры. Напишем следующее. Так. Ага. Ага. Спасибо. Всё, так вот сделаем покрасивше чуть-чуть. Вот так, чуть получше получилось, немножко. Теперь сделаем следующее. Мы хотим отредактировать пользователей, для этого мы будем использовать эту функцию, только напишем здесь не дарит и юзер, допустим, а эдит юзер, и передадим её в качестве параметра сюда используем. Мы будем её отправлять на submit actions, отсюда уберём. И сделаем следующее, возьмём имя формы, будет имя формы тоже edit user, всё, и возьмём следующее, возьмём edit user, добавим event, он submit, и название вот этой функции передадим, что-то удалим. Напишем так, и воспользуемся, в принципе, вот на send форму у нас есть, здесь очень похожая, так сказать, функция, мы возьмём просто, ну, блин, в принципе нам ничего не нужно, мы просто передадим this и мод, edit user возьмём, и всё. Это нам тоже сейчас не нужно будет, нужно будет мод. Перейдём в actions, добавим действия, скопируем строчку, edit user, и к нам будет приходить имя, возраст, email и id. Будем сразу проверять id. if id меньше нуля, тут exit, ну, эхо. так, напишем тут не рога, а пользователь не найдёт, пользователь, идентификатор должен быть целым числом. отлично, создадим запрос, update put, update таблицы users, а всё остальное будет так же, только добавляется ещё where. всё, а остальное пока что так оставляем, и всё, здесь у нас готово, id будет id-шником, так, отлично, переходим в редактирование юзера, проверяем всё, actions у нас, отправка сюда идёт, правильно, 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 форма есть, в принципе, переходим, правильно, перезагружаем, делаем власятый, так, вызовем помощник, ага, вот ошибочку допустил я, а что-то вообще заступил, похоже я оттупил, да, а, всё понятно, вот я оттупил, вот всё отлично, смотрите, перезагружаем, переходим назад вообще, если хотим, хотим, то есть, смотрим, кого мы правили, ну возьмём пользователя 1, просмотрим, ждём возраст новый, перейдём назад, перезагрузим, видите, возраст поменялся. Так мы организовали форму редактирования пользователя. На этом всё, ставьте лайки. عتقد. parking